Здравствуйте! В эфире передача Анатомия болезни. Мигренью страдает каждая пятая женщина в мире и только один из 15 мужчин. Во всем мире это около 15% населения или приблизительно 1 миллиард людей. Этот недуг во втором месте среди болезней, которую ограничивают работоспособность. Мигрень известна медицине издавна, прошли века, но вылечиться от нее все еще невозможно. На наши вопросы об этой болезни нам ответит профессор неврологии Копенгагенского университета, главный консультант Датского университета головных болей при Национальном госпитале Дании и человек, который возглавлял международную организацию головных болей. Мясо Дашина. Здравствуйте, доктор! Доктор, если говорить об анатомии мигрени, какая она? Какая разница между обычной головной болью и мигренью? Ну, прежде всего, мигрень отличается клинически от других головных болей. Клинически мигрень проявляется повторяющими приступами головной боли и ряд сопутствующих симптомов. Примерно у третьих пациентов с мигренью, головной болью, у них обычно головная боль сопровождается с неврологическими расстройствами, так называемой мигренозной аурой. Это приблизительно 25% пациентов с мигренью, они страдают аурой. И симптомы ауры иногда, как я сказал, предшествуют головную боль, или эти симптомы переходят плавно в головную боль, то есть головная боль сопровождается вместе с симптомами ауры. Но в основном, конечно, две трети пациентов с мигренью, у них просто приступообразные головные боли, сопровождающие тошнотой, звукобоязнью, светобоязнью. И при этом мигрень очень инвалидирующая, и пациенты при приступах мигрени стараются или сидеть, или лучше лежать. И при этом они, естественно, не могут не работать и не делать никакие, допустим, другие активитеты. Ну а боль при мигрени, какая она? Она пульсирующая или стреляющая? Не всегда. В классическом описании мигрени боль при мигрени, она пульсирующая. Но не всегда. Дело в том, что если пациент при приступах боли в спокойствии, то есть это происходит или пациент в постели, или пациент сидит, то этот момент ощущения пульсирующей боли можно не чувствовать. Это можно чувствовать только при движении. Поэтому иногда в диагностике мы спрашиваем, если боль постоянная, давящая, а что происходит, если пациент начинает двигаться? То есть физическая активность. Сопровождается ли физическая активность вот это пульсирующим ощущением? И в основном в своих случаях, да, сопровождаются пульсирующим ощущением. Но не всегда. То есть мигрень у пациента может быть и давящая. Если говорить о фазах мигрени, вот сколько фаз или этапов у этой болезни? Вы знаете, когда мы говорим о фазах мигрени, здесь, конечно, небольшой такой вопрос, насколько эти сведения, которые у нас есть, они, значит, в проспективном плане это можно доказать. То есть если вот у вас мигрень, я вас начинаю спрашивать, у вас есть ли какое-то ощущение, что вот-вот приступ мигрени начнется, начинается? Некоторые пациенты говорят, да, вот я начинаю себя чувствовать уставшим или, допустим, депрессивным, или у меня есть такое ощущение, что мне хочется что-то такое сладкое поесть, или повышение аппетита, все. Да, мы выслушиваем и называем это как бы продромной фазой мигрени. Но на самом деле, когда мы начинаем в проспективном, значит, исследовании это все исследовать, то оказывается не всегда вот эти симптомы сопровождаются мигренью. То есть в этом плане последние исследования говорят о том, что где-то, наверное, где-то от 20 до 30 процентов пациентов, они могут это сказать и подтвердить это в проспективных исследованиях. Обычно, как я сказал, это ощущение, допустим, голода или поесть что-то сладкое, и поэтому многие пациенты иногда даже путают, говорят, что вот это что-то сладкое, вот сахар у меня вызывает приступ мигрени. А на самом деле это никакого отношения к сахару не имеет. Это просто ощущение того, что мигрень вот-вот начнется. Обычно это бывает за 2-3 часа до начала приступа. Понятие приступа у нас обычно ассоциируется с болью, понимаете? Поэтому мы называем это как бы продромной фазой. А потом начинается фаза головных болей. Ну, естественно, если есть у нас аура, о которой я до этого сказал, это транзиторные такие, значит, фокальные изменения в головном мозге, которые сопровождаются зигзагообразными, значит, такими изменениями у нас в зрении. Эти пациенты обычно ощущают это где-то в течение 20-30 минут, а потом начинается головная боль у одной-трети, а у тех, которых нету, это, естественно, фаза аура нету, начинается постепенно нарастающая головная боль. И при этом она сопровождается звукобоязнью, светобоязнью, тошнотой, иногда рвотой. Но не всегда рвотой. И еще особенно характеристика мигрени заключается в том, что пациенты при этом, значит, десабильны, то есть они, значит, из-за сильных болей вынуждены остаются дома, лежат в постели, закрывают обычно, значит, двери, чтобы не слышать детей, шум, занавеси, значит, задвигаются. Вот это все, это классическое описание мигрени. И интересно то, что в отношении фаз, что у некоторых пациентов есть еще ощущение постдромов. Постдромы – это не продромы, то есть не до начала приступа, а после. Это ощущение такое, что вот у меня, вот бывают люди, которые пьют алкоголь, у них есть ощущение похмелья, вот мы говорим. Вот это ощущение, что мигрень не 100% еще ушла, один-два дня еще после приступа может сохраняться. А что медицина знает о причинах мигрени? Мы конкретно на сей день, естественно, мы знаем определенные, значит, факторы, которые являются триггерами мигрени. Мы знаем то, что у мигрени есть своя анатомия-физиология, это тригеменоваскулярная система, это анатомия мигрени, это, значит, тригеменальный нерв, сосуды вокруг, значит, нерва, это, значит, головной мозг, и эту всю систему называют триггеменально-васкулярной системой, и, значит, есть патопизиологические изменения, которые происходят, значит, в приходящей, значит, такой форме, которая вызывает активацию этой системы, выделение различных медиаторов, химических медиаторов, естественно, которые у нас находятся в организме, но в большом количестве, и они как бы вызывают этот приступ. Почему он вот так начинается внезапно и уходит так же внезапно, и в течение жизни где-то начинаются приступы где-то в возрасте 20 лет, и обычно где-то к 60-70 лет начинается сокращение частоты приступов, это, значит, мистика вокруг мигрени, об этом мы точно не знаем, но один фактор, это 100%, это генетический фактор. То есть, если есть в семье, значит, члены семьи, которые страдают мигренью, мать или отец, то риск того, что дети будут страдать мигренью, почти 50% риск этого. То есть, генетический фактор очень сильный. Но пока мы не нашли единственный ген или гены, которые, значит, предрасполагают нас к болезни мигрени. Если говорить о группе риска, можно ли сказать, что это в основном женщины и женщины, у которых мамы страдали от мигрени? Совершенно верно, да, генетический фактор, вот как вы указали, как я до этого упомянул. И, естественно, возраст тоже обычно у женщин, у девочек, это начинается в период пубертента, в этот период переходного возраста. У мальчиков начинается чуть-чуть раньше. И что интересно, обычно у мальчиков где-то к переходному возрасту идет снижение частоты приступов, и у некоторых это обратно возвращается после 20 лет и сохраняется на всю жизнь. Но у женщин в основном это как бы начинается период, значит, переходного возраста и кульминация где-то 20-30 лет. В самом продуктивном возрасте, когда нужно работать, создавать семью, все, к сожалению, вот тогда мигрень поражает в большом количестве женщин. Почти 25% женской популяции. Ну, вы заметили, что, наверное, что ваши пациентки некоторые, которые приходят с мамами, которые говорят, что вот у моей мамы тоже была мигрень, но она у нее прошла после 50, после 45. С чем это связано? Это очень интересный вопрос. Вы знаете, я начну вам, гарантию давать нельзя. Обычно, когда у меня спрашивают об этом, я говорю, что да, чисто эпидемиологически встречаемость мигрени снижается после 60 лет. И когда поступает к нам пациентка по другой какой-то причине, допустим, инсульт или другая какая-то неврологическая проблема, когда мы спрашиваем и регистрируем анамнез, мы можем спросить о мигрени. Они могут нам сказать, да, вот я страдала, но уже последние 10 лет у меня мигрени нету или практически там 1-2 максимум приступов в год. Конкретно сказать, с чем это связано, трудно. Некоторые это связано с менопаузой, на самом деле это неправильно. Почему? Потому что есть пациенты, у которых начинается мигрень после менопаузы. Понимаете, парадокс какой? И поэтому гарантий нет. Вот была у меня такая пациентка, просто пример вам привожу, которая очень долго у меня, значит, была под наблюдением, лечилась, все. И как-то она приходит, говорит, вот Мессуд, прошло, говорит, 5 лет, говорит, у меня уже, значит, менопауза, 5 лет. Вы когда-то мне обещали, что после менопаузы, значит, у меня мигрень исчезнет. А почему она не исчезает? Я сказал, во-первых, я ничего никому не обещал. Я просто сказал, что встречаемость уменьшается. Во-вторых, может быть, признак мигрени, это признак, значит, того, что вы биологически еще, значит, молодая. Поэтому у вас это, как бы, мигрень продолжается. Она говорит, спасибо за комплимент, но лучше бы мигрени не было бы. Вот. Ну, вот интересно то, что мигрень, она все-таки подталкивает нас к депрессии. А еще говорят, что с какими-либо психическими расстройствами мигрень все-таки связана. Только ли депрессия? Если да, то почему? Дело в том, что ассоциация какой-либо болезни, пусть это будет мигрень или другая болезнь, с депрессивными состояниями или состоянием страха, это не означает, что есть, значит, причинная взаимосвязь. То есть, допустим, депрессия вызывает мигрень. Это довольно устаревшее понятие, что депрессия вызывает мигрень. Почему? Потому что это вызывает, это даже создает какую-то стигму вокруг мигрени. Никакого отношения к этому нет. Я ни разу в своей жизни еще не видел пациента, у которого, допустим, очень частая мигрень и одновременно депрессия. Я посылаю пациента, значит, реферирую к психиатру. Псиатр, значит, отвечает, что да, есть депрессия. Лечит депрессию. Пациент возвращается обратно. Мигрень такая же частая. То есть, лечить эффективно депрессию, это не означает, что мигрень исчезнет. Здесь никакой связи нет. Но одновременно мы видим пациенту, у которого есть депрессивные симптомы, но при эффективном лечении, то есть, профилактике мигрени, мы наблюдаем очень такое заметное улучшение качества жизни. Включительно симптомы, так называемые депрессивные симптомы, они или исчезают, или сокращаются до минимума. Понимаете? Поэтому здесь очень такая связь щепетильная, то есть, в профессиональном плане очень важно мне сказать, что здесь прямой связи нету, но есть такая непосредственная связь. Естественно, если у вас приступы каждые, не знаю, 2-3 дня в неделю, как вы будете себя чувствовать? Естественно, вы будете себя чувствовать депрессивно, но если я буду лечить вашу мигрень эффективно, естественно, эти симптомы исчезнут или сократятся до минимума. О лечении мы поговорим, но насчет диагностики. Я уверена, что из-за того, что очень много поисковых моментов в интернете, мы можем все вбить в поисковик и узнать очень много информации. Я уверена, что есть люди, которые приходят и говорят, доктор, у меня мигрень без диагностики, вылечите меня, пожалуйста. Как правильно диагностировать мигрень без гугла? Без гугла, да. Правильно диагностировать мигрень, опять-таки, возьмем так. Естественно, со стороны пациентов это будет доктор гугл, да? То есть они сразу обращаются к гуглу и начинают смотреть. И есть разная литература по этому поводу, есть разные видеоматериалы, все. Я могу только так сказать. То есть любая головная боль, которая сопровождается, значит, повторяющимися очень стереотипными приступами, стереотипными, то есть они похожи друг на друга и при этом, значит, сопровождаются инвалидностью, когда хочется лежать, когда не хочется сидеть или что-то делать и при этом сопровождаются светобоязнью, звукобоязнью, то здесь не надо быть Эйнштейном, можно сразу поставить диагноз, значит, мигрень. А, значит, мы, врачи, оперируем, естественно, классификацией и критериями. Есть международная классификация головных болей, и по этой классификации, значит, любые приступы, которые сопровождаются головной болью от 4 до 72 часов, обратите внимание, 4, как минимум, до 72, которые, это означает тоже приступы, которые или эффективно не могли быть купированы, или продолжающиеся, да? То есть эти приступы без лечения или неадекватного ответа на лечение продолжаются от 4 до 72 часов, эти приступы сопровождаются сильной головной болью, и при этом головная боль ухудшается при физической активности и сопровождается светобоязнью, звукобоязнью или тошнотой, то это уже почти 99% диагноза мигрени. Стереотипно. А еще вы можете к этому добавить один вопрос пациенту просто. Когда она у вас началась? Как часто? И если в семье, значит, члены семьи, у которых есть, значит, мигрень или просто головная боль, просто они не знают, что это мигрень, и при этом уже как бы диагноз закреплен, естественно, мы делаем неврологическое обследование, при этом мы показываем, что нет никаких отклонений, ставим диагноз мигрень, и следующий вопрос уже лечение. А вот когда я читала про лечение тоже в гугле, я наткнулась на то, что издавна лечили мигрень колдовством, трепанацией и так далее. Но это все ужасно, конечно. Сейчас я так понимаю, что есть более человеческие методы. Какие они? Вы знаете, у нас в области мигрени очень серьезный прогресс. То есть я помню, когда я начинал в начале 90-х, только-только вышли препараты, которые были, значит, внедрены в лечение мигрени на основании очень долгих лет исследований. Эти были препараты специфичны для того, чтобы купировать приступы. То есть во время приступов вы применяете препараты. Группа этих препаратов называется трептаны. Вот в этом семействе трептанов есть 7 разных трептанов. Ну, они отличаются чуть-чуть немножечко друг от друга, но в целом эффект один. То есть это купирование приступа мигрени. И приблизительно можно так сказать, где-то, значит, от 30 до 40% случаев в среднем у пациентов через 2 часа она практически исчезает или уменьшается. То есть они очень эффективны. Ну, конечно, работают не на всех. Эти препараты они были исследованы и внедрены как специфичные для мигрени. То есть они не действуют на другие типы боли. Это первое. Второе. У нас, естественно, долгое время мы употребляли разные препараты, которые были показаны в исследованиях, в доказательной медицине, что они эффективны в профилактике мигрени. В чем заключается профилактика мигрени? Это не излечение от мигрени, а сокращение частоты приступов, сокращение, значит, тяжести приступа и длительности приступа. То есть, как бы, эти три параметра являются индикаторами, на которых мы ориентируемся, когда мы говорим о профилактическом лечении мигрени. Мы использовали разные препараты в этом контексте. Это были противоэпилептические препараты, это были препараты, которые применяются при повышенном давлении, артериальной гипертензии. Как мы обнаружили, что они эффективны, это было совершенно случайно. Пациенты, у которых были на самом деле проблемы с давлением или с эпилепсией, они просто указывали, что почему-то у них мигрень сократилась. И были сделаны исследования вслепую у тех, у которых нету гипертензии, нету эпилепсии, и при этом показали, что эти препараты работают. Ну и, естественно, они не были разработаны или внедрены как специфичные для мигрени. И у пациентов всегда задавали вопрос, а почему я должен принимать этот препарат, который применяется против эпилепсии или против давления, повышенного давления. Мы, естественно, объясняли это все и назначали эти препараты. Да, они сокращали частоту приступов, сокращали тяжесть приступов, длительность приступов. Где-то работали 50-60% случаев. Довольно неплохо. Но была одна проблема. Проблема, насколько эти препараты эффективны при длительном лечении и насколько пациенты могут воспринимать побочные действия, связанные с этим препаратом. Так вот, очень много лет мы занимались исследованиями. Эти исследования показали, что есть определенные молекулы, одна особенно, которые играют очень важную роль в патофизиологии мигрени. На основании этих исследований были разработаны препараты, которые показали, что если мы будем лечить приступы, то они могут купировать эти приступы, очень похожи на трептаны. И если мы внедрим эти препараты в другом принципе, то есть как профилактически, то они тоже будут работать как профилактически, сокращать частоту приступов, тяжесть и длительность. И еще появились препараты, так называемые моноклональные антитела. Антитела против этой молекулы или антитела против рецептора этой молекулы. И при этом исследования показали, что частота приступов сокращается, и тяжесть, и при этом практически нету побочных действий. Очень мало. Но эти препараты очень дорогие сейчас, на сегодняшний день. Естественно, в будущем, когда уже эти препараты будут доступны всем, то я могу одну вещь сказать, что будет такое, знаете, как вам сказать, коренное изменение в нашей практике, клинической практике, когда мы внедрим эти препараты. Мы уже это чувствуем в Дании, но пока, естественно, на все страны это не распространяется. Это только заключается в цене этих препаратов. Когда они будут доступны, поверьте мне, многие будут очень, как говорится, вам благодарны, как врачу, если вы будете назначать эти препараты. И еще интересно то, что в этих препаратах с антителами, это назначение, это месяц раз. Это или, значит, подкожная, значит, инъекция, или внутривенная инъекция. Кстати, внутривенная действует почти 3 месяца, а подкожная есть каждый месяц или 3 месяца раз тоже можно, один из этих препаратов. Это колоссальное время для человека, который страдает от мигрени. Абсолютно я с вами согласен. То есть, вы можете представить себе, что если, допустим, вот возьмем вот так, если у вас пациент, у которого 2 дня мигрени, значит, неделю, а другие дни абсолютно нет головных болей, да, допустим, это такая, ну, как вам сказать, не совсем тяжелая вариант мигрени, которую я встречаю у всех в клинике. Ну, возьмем просто математически, это умножим на 4, у вас в месяц 8 дней, правильно? 8 дней с мигрени, где триптаны, кстати, не помогают, допустим, или другие препараты, которые купируют боль, не помогают. Если мы это умножим на 12, то представьте себе, у вас сколько дней будет, значит, с мигренью в год. то есть 96 дней, это больше трех месяцев, вы практически стираетесь со своего календаря, потому что вы не функционируете. Качество жизни. Молодая девушка, 20 лет, 30 лет, занимается, допустим, учится в институте или работает, двое детей. Можете себе представить, что это такое, какое-то бремя? И вы даете препарат, который 50-60% имеет шанс сократить это все на 50%. Можете себе представить, какую-то разницу на качество жизни? И при этом, опять-таки, я говорю, да, эти препараты еще не распространились в разные страны, во все страны, но даже те препараты, о которых я упомянул до этого, антигипертензивные или противоэпилептические препараты, они, в принципе, могут такой же эффект дать пациенту. То есть, здесь в чем заключаются проблемы? Это диагностика, это, значит, избавиться от стигмы, то есть, это не просто головная боль, это не просто какие-то истерические женщины, у которых, как всегда, головная боль, это биологическое заболевание, обратиться к врачу, значит, диагноз поставлен, лечение назначено, сделать follow-up, то есть, амбулаторный, значит, контроль, показать, насколько препарат работает, не работает, перейти на другой препарат, если случай не работает, и таким образом добиться того, что улучшить качество жизни пациента, и одновременно дать очень такие реалистические ожидания пациенту, то есть, все заключается не в том, что вылечить, излечить человека от мигрени, а контролировать мигрени, то есть, вот слово контроль мигрени, это очень важно в этом контексте. Вы говорили о случайности исследований лекарств некоторых, что вот случайно получилось так, что они помогли от мигрени, вот я случайно узнала, что ботокс помогает при мигрени, я использовала этот метод, чтобы омолодиться, стать красивее, и я избавилась от боли ровно настолько, насколько работал этот ботокс, это почти полгода. Как так? Как ботокс может избавить от мигрени, и советуете ли вы вообще увлекаться этим? Исследование ботокса было тоже обнаружено случайно, и как вы думаете, где? Конечно, в Калифорнии, когда, значит, многие использовали ботокс в косметических целях, и при этом своим, значит, врачам, пластическим хирургам пациенты говорили, что буквально в течение трех месяцев они ощущали невероятный эффект на мигрень, и не могли понять. Ну, естественно, фирма, которая выпускала ботокс, заинтересовалась этим очень сильно, потому что мигрень очень распространенное заболевание, и они сделали исследование на пациентах с хронической мигренью. Хроническая мигрень, этот диагноз ставится на основании, буквально очень просто, сколько количество дней в месяц. Если у пациента как минимум 15 дней в месяц головных болей, 15 дней, и как минимум 8 из этих 15 дней мигрень, то есть есть диагноз хроническая мигрень. Так вот, у этой группы пациентов был эффект на ботокс. Потом были сделаны исследования. Ну, как-то объяснить, почему ботокс работает? Потому что ботокс работает обычно на мышцах, расслабляет мышцы. Каким образом это может помогать мигрень, на мигрень мы не знали конкретно. Но были сделаны исследования, но это приклинические исследования на животных, которые показали, что ботокс может блокировать сигналы с наших нервных окончаний, окончаниях, в мышечных структурах, и при этом блокировать выделение вот этой субстанции, о которой я до этого говорил, блокирование которой мы сейчас используем как лечение мигрени, специфическое лечение мигрени. Но это всё основано, конечно, на приклинических исследованиях, на мышцах, на крысах. Это, естественно, мы не можем вот так очень легко экстрапоролировать это, но объяснение есть какое-то, почему ботокс работает. Обычно ботокс назначают каждые 3 месяца, каждые 3 месяца. 30, значит, 31 сайтов, как бы мест, где назначается, то есть инициируется этот ботокс. И при этом назначение идёт каждые 3 месяца. Если после двух циклов, после двух лечений, через 6 месяцев нет эффекта, то можно уже как бы закрыть это дело, он не поможет. Но если помогает, то можно продолжать это делать. Ну, естественно, мы это делаем не в косметических целях, а в целях, значит, лечения мигрени. Но сейчас вот эти, то, что новые препараты сейчас уже были внедрены в нашу практику. Естественно, количество пациентов ботокса уже чуть-чуть уменьшается. Но, кстати, у меня есть группа пациентов, которые попробовали новые эти препараты, и они почувствовали, что эффект был не тот. То есть эффект ботокса был лучше, и они обратно вернулись в ботокс. И есть наоборот. Те, которые пробовали до этого ботокс, ощущали какой-то эффект, но когда я назначил новые препараты, они сказали, мне ботокс уже не нужен. Почему? Потому что эти препараты намного лучше ботокс. Спасибо, что уделили нам время. Пожалуйста, спасибо вам за приглашение. А я хочу отметить, что на наши вопросы отвечал профессор неврологии Копенгагенского университета, главный консультант Датского центра головных болей при Национальном госпитале Дании, человек, который возглавлял международную организацию головных болей Мясут Ашина. Не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok